здравствуйте в эфире информационно-правовая программа 112 за прошедшую неделю на территории ненецкого автономного округа зарегистрировано 269 происшествий из них 17 преступлений из которых 9 раскрыто по 8 проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лиц совершивших преступления привлечено к ответственности 60 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения за неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий пострадавших нет причинен материальный ущерб целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники умвд россии по ненецком автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий с 8 по 16 декабря 2017 года на территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие металл нарушение не выявлено 15 декабря 2017 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие водитель-пешеход проверено 180 транспортных средств выявлено 18 административных правонарушений в начале 2017 года в управление мвд россии по неинском автономному округу поступило заявление от одной нефтедобывающей организации по факту хищения принадлежащих ей двух дизель-генераторов на общую стоимость свыше 1 миллиона рублей находившихся на территории закрытого нефтяного месторождения в неинском автономном округе в результате оперативно-розысканных мероприятий полицейские установили что хищение генераторов в разное время совершили работники данной организации осуществлявшие охрану имущества на месторождении которые распорядились похищенным по своему усмотрению следователем следственного отдела управления по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту в части 4 статьи 158 уголовного кодекса российской федерации кража совершенная в особо крупном размере максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет настоящее время имущество добытое преступным путем возвращено владельцу в отношении одного злоумышленника материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения а в отношении другого ведется следствие 13 декабря 2017 года в дежурную часть мвд россии по неинскому автономному округу обратилась жительница региона сообщением о том что она стала жертвой интернет-мошенников полицейским женщина рассказала что она с целью приобретения автомобиля просматривала объявления в сети интернет на сайте авто.ру ее внимание привлекло транспортное средство которое продавалось по низкой стоимости и она позвонила по указанному в объявлении телефону ответивший мужчина подтвердил что он является владельцем машины и готов ее продать процессе общения автовладелец направил на электронную почту женщины копию своего паспорта копию паспорта технического средства а также предварительный договор купли-продажи автомобиля покупательница будучи уверенной что она совершает настоящую сделку перевела на указанный продавцом машины счет аванс в сумме 120 тысяч рублей но в ходе дальнейшей переписки женщина поняла что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию по данному факту следователем управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 уголовного кодекса российской федерации мошенничество совершенное с причинением значительного ущерба гражданину стражи порядка предупреждают жителей округа не переводить неизвестным и малоизвестным лицам денежные средства мошенники заманивают своих жертв предложением низкой цены не верьте им будьте бдительны при осуществлении сделок посредством сети интернет 16 декабря 2017 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у мвд россии по неинскому автономному округу во дворе жилого дома по улице черного города ныринмара задержаны двое молодых людей осуществлявших продажу красной икры без соответствующих сертификатов безопасности и документов подтверждающих качество продукции всего в ходе оперативного мероприятия стражи порядка изъяли порядка 14 килограммов красной икры лососевых пород для проведения экспертиз по выявлению вредных и опасных для потребителей веществ изъятая икра направлена в центр гигиены и эпидемиологии неинского автономного округа по данному факту стражами порядка проводится проверка полицейские ныринмара напоминают что согласно статьи 238 уголовного кодекса российской федерации производство хранение перевозка либо сбыт товаров и продукции выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности предусмотрена уголовная ответственность максимальное наказание предусмотренная санкции данной статьи составляет лишение свободы на срок до 10 лет 12 декабря 2017 года в день конституции российской федерации целях популяризации государственных символов россии и патриотического воспитания в актовом зале арктики состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам российской федерации достигшим 14-летнего возраста организатором данного мероприятия выступили сотрудники отдела по вопросам миграции управления мвд россии по ненецкому автономному округу совместно с представителями регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи ненецкого автономного округа всего в торжественной обстановке впервые вручены паспорта российской федерации 11 подросткам сотрудники омвд разъясняют что фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в российской федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания проживания в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных ложных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать, проживать в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания, проживания. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Отдел по вопросам миграции МВД России по Ненецкому автономному округу предупреждает об ответственности за использование заведомо подложного документа, паспорт, миграционная карта, сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, медицинское заключение и т.д. В соответствии с частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации максимальное наказание за использование заведомо подложного документа предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев. Кроме того, использование подложных документов для получения государственной услуги является основанием для аннулирования патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также для запрета на въезд в Российскую Федерацию сроком на 3 года. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.